Священник Яков Асин освещает новые комнаты. Спустя два года наконец построено здание социального центра. Его решили назвать Екатерининским в честь святой, которая покровительствует и местному храму. Все это должно быть в каждом, наверное, приходе. Во-первых, должна быть и столовая, где у нас внизу находится воскресенье, школа в этом здании, хоспис для бабушек одиноких, там шесть комнат получается. Это здание построили силами добровольцев. Прораб Николай Гулий говорит, за качество отвечает. Здесь он трудится после основной работы, как и остальные волонтеры. И признается, в этот проект его бригада буквально вложила душу. Работали с утра раннего, и бывали такие, что до 12 ночи. А бывало такое, что надо, материал появился, надо сделать у ребят свободное время. Работали круглые сутки, можно сказать. Сейчас нужно провести отделочные работы. Например, доделать перила, чтобы на второй этаж смогли подниматься мамы с детьми. Здесь разместится приют. Сегодня социальный центр «Мать и дитя» отмечает 10-летний юбилей. Они помогают женщинам в кризисной ситуации. До этого момента для тех, кому негде жить, снимали квартиры. А сейчас в новом здании они смогут приютить 8 женщин с детьми. Есть положение приюта. Там предусмотрено проживание максимум 3 месяца. Это приют временного проживания. Но по опыту у нас было такое, что женщины жили и дольше. Будем варьировать. В новых комнатах есть и мебель, и постельное белье, и бытовая техника. Тех, кто здесь поселится, будут курировать психологи и социальные работники. Также сотрудники приюта хотят организовать и швейную мастерскую. Однако пока на вакантные места нет претендентов. Да и сам приют еще достраивается. Свои двери он распахнет как минимум через месяц. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.